Поздравляю с праздником в честь блаженной Ксении Петербургской и благодарю за молитву, которую мы совершили сегодня за этим всеночным бдением. Когда Господь наш Иисус Христос вышел на проповедь общественного служения, то одно из первых Его слов это было о тех, кто должен наполнить Царство Небесное, куда с времен Адама не попадал ни один человек. И он в своей так называемой Нагорной проповеди обратился ко всему миру через столетия и тысячелетия с призывом последовать тем добродетелям, которые ведут в это Царство Небесное. И он начал перечислять тех, которые достойны быть с Богом в вечности. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, алчущие и жаждущие правды, миротворцы и многие другие, которые стремятся исполнить Слово Божье и наполнить сердце свое добродетелями. И с тех пор люди, которые очень близки здесь на земле к Царству Небесному, тоже носят именование блаженных. Ибо они уже настолько уподобились Богу здесь на земле, что их можно с полной уверенностью назвать гражданами неба. И сегодня мы отмечаем память такого святого человека, который еще при жизни, которая уподобилась настолько своими добродетелями Христу, что ее здесь на земле уже называли блаженной. Блаженная Ксения Петербургская. Действительно, ее жизнь была преисполнена молитвы, плача, покаяния, добрых дел, тайных дел, как говорит и предлагает нам Господь. И Господь ее уподобил не только тем древним святым через свой подвиг и отречение от этого мира, от греха, от всего, что мешает быть человеку с Богом, но еще и дал ей дары Духа Святого. И при жизни она знала будущее, помогала ближним, останавливала от греха людей, от искушений. И вся ее жизнь была исполнена служением Богу и людям. Вот такого святого человека мы отмечаем в эти вечерние и завтрашние часы для того, чтобы себе иметь пример для подражания. Ведь заповеди блаженства были сказаны не только Ксении Петербургской, и не только Серафиму Саровскому, и не только древним святым. Они были сказаны всем нам на все времена и столетия. Поэтому и к нам относится этот призыв Божий подражать Христу в Его добродетелях. Как вы и слышали сегодняшнее евангельское чтение, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, дам упокоение и успокоение, которое нужно нашему метущемуся в этом бушующем волнами греховными мире». И поистине те, кто спрятались под кровь Божий, кто стали Его друзьями через исполнение заповедей, уже обретают самое главное здесь на земле – сердечный мир, который есть начало благодатного служения Богу. А через мирное сердце человек может правильно, полноценно, объективно судить об этом мире. Ибо если сердце мирное, если оно исполнено добродетелями, то благодать Божия почивает в таком сердце. И говорит Господь тогда, «Я приду, и обитель у вас сотворим». В нашем сердце Господь готов сотворить обитель благодатной жизни и здесь уже на земле предвкусить то небесное царство, которое даровано всем, ищущим Бога и верующим в Него. Я поздравляю вас с праздником в честь нашей любимой святой и желаю, чтобы ее добродетели сияли в вас и чтобы мы хоть немножко, но учились у таких великих святых, как Сения Петербургская, Матрона Московская, Иоанн Кронштадтский, Василий Блаженный и многие, которые через подвиг веры, отречения от греха и служения Богу наследовали Царство Небесное. С праздником всех вас поздравляю и приглашаю завтра на Божественную Литургию, которая начнется в нашем Кафедральном Соборе в 8 часов утра. Храни вас Бог!